приветствуйте друг на канале про вы пинг добрый дядька с тобой в эфире и сегодня у нас обзор на рпм2s kit кто следит за нашим каналом за нашим сайтом скажет добрый были только что недавно выходил на двойку обзор ну вот да вот так вот вот сначала прислали двойку сейчас прислали эску и вроде как писать обзор надо хотя логично было бы их наверное записать вместе но имеем то что имеем обзор писать надо поэтому если интересно чем они отличаются к сожалению уже двоечку на нас пока нету обычных но я тебе так все расскажу в принципе на сайте есть обзор на двойку отличаются они практически ничем давай так первое вот приходит в таком виде соответственно здесь у нас цвет причем цвет у нас интересный черненький здесь основные характеристики которые захотел подчеркнуть соответственно производитель а с этой стороны у нас все по стандартам открывается ларчик просто здесь у нас соответственно мукла турка которая нафиг не нужна потому что эти так все расскажу как не нужно батареечки вставлять гарантийная карта далее у нас шнурок тайп си один картридж у нас рпм и второй предустановленный устройство это у нас будет рпм 2s ой господи 1 пм 2 и рпм просто отличаются они прежде всего мощностью то есть этот более компактный назовем так это испаритель а этот который предустановлен с защитой от дурака ведь и более мощный но и соответственно здесь они по мощности и сопротивление 04 все оба они на сеточке у нас здесь у нас сопротивление 016 здесь у нас 2550 ватт а здесь соответственно не вижу нифига 25 вот то есть максимально здесь 25 очень удобно варимая здесь соответственно уже идет до 50 и оптималка говорят нам 40 вот по вкусу передачу перепробовал я их тысячу раз мне больше нравится 2 рпм ибо потому что соль я не парю и соответственно пари обычную жидкость а под обычную жидкость как ты знаешь нужно чтобы все было хорошечно и мощничную скажем так емкость картриджа здесь будет 7 миллилитров что очень замечательный выдающийся показатель заправка осуществляется убиранием вот этой вот резинки заправочное отверстие здесь довольно таки большое и жидкость заливать сюда довольно таки просто так что еще могу тебе о нем рассказать что не нравится здесь не регулируется обдув хотя наконец-то это забегать вперед пришли нам кое-какие смоги обзор был у них завтра писать где уже они реализовали обдув слава как говорится и яйкам все это есть за что я всегда буду критиковать данные баки или скажем так это вот за очень толстый дриптип скажем так который в него встроен не очень комфортно не очень удобно им пользоваться и честно тебе могу сказать мне он не нравится по боксу весит он вот в таком вот виде 101 грамм металл плюс пластик материал корпуса и вот 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 слова пластик меня сразу напрягает почему потому что пластиковая ставка здесь вот это и она не на магните она просто на защелках и вот вангую я что эти защелки будут ломаться и соответственно крышка уже не будет плотно прилегать что не позволило к ребятам из компании смог соответственно забомбить обычные магниты зачем вы еживаться я не понимаю но как говорится имеем то что имеем а то что не имеет потеряем далее смотри юсби у нас соответственно тайп си здесь выход здесь кнопочка плюс кнопочка минус он сам по себе глянцевый то есть вот он видишь как переливается и мне это тоже не особо нравится почему потому что глянец это всегда будут отпечатки пальцы глянец это всегда будет соответственно не нравится вот правда глянец это вот конечно на фотографиях это очень красиво но любые блики и соответственно вся вас ваша поверхность будет но так себе выглядеть 1 2 3 4 5 некоторые люди говорят что добрый ты не прав это транспортировочная штука но поверьте по опыту продаж очень многие взяли устройство о прикольно все испарителя не туда ну вот экран довольно таки большой он здесь одна целая четырнадцать десятых дюймов кстати не сказал ток зарядки здесь 1 и 4 ампера что в принципе неплохо менюшка большая менюшка цветная но по функционалу к сожалению ничего в ней сверх естественного нет видим батареечка есть процентах ваты вольт и сопротивление время затяжки и количество затяжки все больше ничего нету но я не знаю может быть прошли те времена когда люди заморачивались то и нафиг вам надо в подмоне там что-то еще раз два три мы соответственно блокируем кнопку fire 1 2 3 разблокируем кнопочка fire кнопочка минус у нас очищает затяжки кнопочка fire кнопочка плюсик у нас ни хрена не делает все так мы блокируем плюс минус мы блокируем соответственно вольтаж да то есть вот так тоже ты не сможешь сделать все по функционалу здесь ничего нету то есть воздуховоды здесь огромные воздуха много и честно эти могу сказать я всегда вот буду критиковать тех производителей которые делают просто вот вся ли обдув и сделали на хрена вы его такое сделали но вы понимаете что его слишком много чтобы его перекрыть надо как-то колхозить как-то вот здесь заклеивать ну привет бред 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 вот поэтому здесь два основных недостатках чип здесь айкевик чип ничем от выдающимся ничего выдающимся он из себя не представляет обычный чип обычно все хорошо жарит ну то есть ничего сверхъестественного нету соответственно никаких площадок для того чтобы под мод этот превратить в полноценный девайс нету пока ну по крайней мере мной не замечено хотя у других производителей уже китайцы научились делать сюда площадочку можно поставить дрипочку здесь нет здесь все стандартно ну он довольно таки увесистый и не могу сказать что тяжелый ну обычный для кого он предназначен для людей которые хотят парить не париться которым нравится вот такой вот дизайн и не смущает его немножечко большие размеры ну и те кому хотят те люди которые хотят просто бомбез на большую кальянную затяжку вот как-то так если говорить по поводу обычной второй версии я бы наверное ее предпочел почему ну все вот потому что блин так кнопки можно сломать вот эта крышка на охоте прилегает очень плотно но вот я допустим привык аккумуляторы заряжать зарядным устройстве и каждый день вот эту манипуляции просто буквально за пару месяцев сломая нафиг эту крышку и все и девайс что и можно выкинуть но что ну вряд ли по крайней мере я пока не видел под запасных крышек в общем выбирая между версии с как бы на 1850 и с версией встроенной батарея бы все-таки наверно выбрался встроенный почему ну все вот и за этой вот плядская крышка если может так назвать но реально не знаю по моему дурацкое решение поэтому я все-таки предпочту наверное просто двойку а не иску в общем друг спасибо за просмотр видео это был канал про вейпинг добрый дядька прощается с тобой подписывайся на канал на группу vk в общем заходи на сайт чтобы не пропустить самое интересное пока